МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я очень многие виды спорта пробовал. Мой первый вид спорта – плавание был. Потом я на футбол пошел, на волейбол пошел, потом даже на каратэ пошел. Каратэ какое-то время занимался, да. Но потом в то время вышли фильмы с Ван Дамом, кровавый спорт, это месть боксера там про кикбоксинг был. Мне понравилось просто самой эта жесткость. Опять же, на ринге эта жесткость, она сочетанием красивого боя. То есть ты можешь на ринг выйти и выложиться, кто сильнее, тот и победит. И поэтому мне этот спорт очень сильно понравился, и я уже полюбил его. То есть я уже стал им увлекаться, стал заниматься, стал стараться. Мои родители хотели всегда, чтобы я учился, чтобы я был далек от спорта. Какое-то время мне не пускали заниматься спортом, потому что я приходил все время от травмы, все время где-то болит. И поэтому мне сказали, что, может, ты не будешь заниматься спортом. Но я подпольно, так сказать, да. Я брал сумку, шел, тренировался. Мокрые вещи где-то я сушил или опять же шел с мокрыми вещами, тренировался, чтобы лишь бы постоянно быть в форме. То есть у меня было желание. Меня тянуло больше на спорт. То есть я, читая книгу, я думал все время о спорте. Я занимался все время день и ночь. Как только была свободная минута, я смотрел какие-то там передачи или что-то по телевизору и сразу занимался. Меня вдохновили фильмы, кино. Это с участием Жан-Клод Ван Дамма, Брус Ли. Я равнялся на них. Я думал, что когда-нибудь я тоже буду такой сильный, такой чемпион, как они. Но время прошло, я понял, что они просто киногерои. Мальчик, который хочет заняться спортом, должен быть обязательно кумир, чтобы он стал чемпионом. Я говорю своим ученикам, нужно равняться на настоящих чемпионов. Это на наших олимпийских чемпионов, на чемпионов мира. То есть кумиры не с телевизора кто-то должен быть, киноактеры, а настоящие чемпионы. Я все свои бои помню, потому что бой такая вещь, простых боев не бывает. Все сложно отдаются. Первый мой бой в 1995 году обосновалась наша федерация Азербайджанчик Бокс Федерации. И на данный момент является президентом федерации наш чемпион мира Адель Алиев. По дворуководствам уже сколько лет федерация показывает хорошее достижение. И мой первый бой был в 1995 году на чемпионате Азербайджана, когда я за день провел три боя. Значит, первый бой я вышел, ну, хоть я среди взрослых дрался, но мне было тогда 17 лет. Несмотря на это, я за день выиграл три боя, стал чемпионом Азербайджана. Первым чемпионом Азербайджана по кикбоксингу. И с того времени я 15 раз выигрывал чемпионаты Азербайджана. Всегда участвовал. Сейчас уже не выступаю на чемпионатах Азербайджана, потому что даю дорогу своим ученикам. Но на чемпионате мира, на чемпионате Европы я до сих пор участвую. Первый мой международный турнир в 1997 году на чемпионате Азии в Бишкеке. Я выступил там в своей весовой категории. Я всегда выступал 57, потом я уже поднял на 60 килограмм. Там я выиграл тоже очень сильных соперников и стал чемпионом Азии. То есть это первый мой международный турнир, когда я привез, вернулся золотой медалью. У меня был очень сильный соперник Иисус Корсия, испанец. Мы с ним всегда дрались. То есть два года я не мог стать чемпионом мира, чемпионом Европы, потому что он был старше меня, опытнее меня. И он всегда старался побеждать меня. И у него получалось это. Два раза он меня победил. И я себе поставил цель. То есть он меня победил в 1998 году, в 1999 году. А в 2000 году я себе уже дал цель, что больше ему проигрывать нельзя. И надо только его выигрывать. Я его выиграл в Ирландии на чемпионате мира в финале. С ним встретился и выиграл с ним большим преимуществом. И тогда, то есть мой тренер очень обрадовался. Я хочу подчеркнуть свои, мои заслуги, не только мои заслуги, но и моего тренера, заслуженного тренера Азербайджана, на данный момент являющегося старшим тренером по чекбоксингу. Это Чингиза Иваза. Мы сколько лет с ним вместе на все соревнования готовимся. Всегда вместе бываем. Не только уже как тренер и ученик, но и как ученик, друг, товарищ. И наставник. Вот так бы я сказал. Еще один бой, очень принципиальный. Это Зураб Фараян был. Очень известный спортсмен. Он выступал за сборную России, но сам он армянин по национальности. Очень принципиальный бой, потому что, вы знаете, кикбоксинг разделяется на несколько стилев. Это как в борьбе классик, в футболе большой футбол, мини-футбол. То есть я обладатель двух титулов. Это и фулл контакт, и лоу контакт. Обои контактные виды спорта. Но чем отличаются? Это удары по ногам, это и удары по телу ногами, а лоу контакт только удары по ногам. И также боксируешь. То есть руками однозначно. И у нас был очень принципиальный бой. Я чемпионом мира по лоу кику был, а он чемпион мира по фулл контакту. И мы, значит, с ним в 2009 году сошлись в финале. Я пришел именно в его стиль, и я хотел его победить. Просто это был очень принципиальный бой, что я не в своем стиле могу стать тоже чемпионом мира. И у меня получилось. То есть дойти до финала, я выиграл 4 боя, и 5-й бой у меня был с этим Зурабом Фараяном. Я его выиграл с таким большим преимуществом, что я заевал золотую медаль на этом чемпионате и поднял наш флаг Азербайджана. И всем показал, что принципиальные бои тоже нужно уметь выигрывать красиво. Я выступал по фулл контакту, по лоу контакту. Еще один новый контакт, это Кабир. Контакт сейчас по Кабир версии. Я выиграл в разных-разных городах. У меня очень много титулов. Я уже больше 30 лет в большом спорте. В моем возрасте никто не дерется. То есть мне уже 40 лет, но я выступаю, так же я дерусь. То есть я еще среди ветеранов не выступаю, хотя уже мог давно себе это позволить. Потому что так бы я сказал, что мотор еще тянет. Силы есть, порох есть, желание есть. Конечно, побеждать каждый бой – это задача каждого спортсмена. И поэтому я всегда перед соревнованиями готовлюсь очень серьезно, очень конкретно, чтобы с этого чемпионата обязательно вернуться с хорошим результатом. И главное, опять же, чтобы поднять флаг Азербайджана и чтобы прозвучал гимн. Я получил заслуженный тренер Азербайджана. У меня есть уже чемпиона мира, чемпиона Европы, неоднократные. По нашим сложным самым версиям, по ВАКу я дал чемпиона мира. С 2013 года я уже стал заслуженным мастер спорта. Это означает, что я уже воспитал неоднократных чемпиона мира, чемпиона Европы. И до сегодняшнего дня это количество умножилось. И, конечно, у меня есть очень многие ученики, о которых я могу очень долго рассказывать, какие они сильные духом, физически. Опять же, спорта это не только обязательно сила должна быть, это мышление должно быть, это вдохновение должно быть. И я это могу давать ученикам. У меня есть очень много учеников, которых я сейчас некоторые имена скажу. Это Заур Меммедов, чемпион мира по ВАКу, Анар Меммедов, чемпион мира по ВАКу и Гулейв Амель, чемпион мира, чемпион Европы. Ему 13 лет. Он среди подростков. Я свое прозвище, вы как знаете, что в большом спорте, мое прозвище Белый Волк. То есть это дал мне в свое время мой тренер, потому что я его заслужил. Не просто так, что ты Волк или Белый. То есть было большое очень соревнование. Я победил это соревнование с прозвищем Белого Волка. Это мне дало подтверждение этого имени, что я заслуживаю это имя. Потому что Волк... Я спросил как-то у тренера, что почему именно Белый Волк. Потому что он сказал, что твой характер похож очень на Волка. То есть по животному ты очень похож. И это имя мне принесло очень много достижений, очень много прозвища Белого Волка. Дало мне очень много побед. И я не знал долгое время, кому это прозвище дать. Кто будет подходить под это прозвище. И Гулиев Амиль, 13-летний мальчишка, который где-то в внешности тоже похож на меня. Техникой, тактикой, мышлением все очень похож на меня. И он подтвердил это. В этом году он стал третий раз чемпионом Азербайджана. Он уже является чемпионом мира, чемпионом Европы. Поэтому я уверен, что Амиль обязательно в дальнейшем время придет. Он приблизится к моим результатам, к моим титулам. И у него тоже будут хорошие достижения. Я думаю, даже если он будет стараться, у него есть возможность все полностью не только приблизиться, но и обязательно обойти меня. Я буду очень рад, если мой же рекорд побьет мой ученик. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Семкин Корректор А.Егорова Самый ценный для меня подарок это Вятан Угунда Орден. То есть у меня Орден за Родину. Поэтому я всегда стараюсь опять же каждый раз именно показать, что я его достоин. Субтитры сделал DimaTorzok